очередные мятинки вот видны к автоматически когда яркость больше даешь она перестраивается изменяет оттенок видите на серый на самом деле такого не происходит такого свечения вот как вы сейчас видите нету свечение на самом деле такое примерно на камере но конечно чуть более насыщенно выглядит скажем чуть если его расцветлить и вот ближняя полоса к нам вот так вот это вот да она выглядит более скажем насыщенная более ярко на самом деле равномерное освещение просто так бывает камера так что тут ссоре продолжаем дальше выковыривать мятинки из капота как все выковыряем заниматься больше пока что вот такая ситуация тут еще их прилично и хотелось бы сегодня увидеть финиш посмотрим как получится вот тебе и день автомобилиста шел дождь-дождь а теперь срывается снег дождем и причем плотный праздничек нам снежок первый выпал под коктебря смотрим что у нас получается вот здесь очень даже ничего крючочком хитрым подле а здесь вариант такой шел дождь у меня таких крючочков нету вот быстро делать его не получится ну так смысле раз на коленке подогнул и начал работать поэтому вот было принято решение поставить вот такой вот малюсенький грибочек на него маленькую капельку клея и минилитра чуть-чуть я так буквально вот скажем вот так вот раз ведь напряг вот и все я отпустил и подклеив получаем вот такой маленький богатик который легко и успешно может забиваться вот автофокус пляшет никак не может настроить как-то вот в этом свечении лампочка с ума сходит от прыгает туда-сюда пытаясь и настроить уже так и сбоку и все равно вот дрожит изображение не хочет красиво снять меня как мы видим снежит ну что делать им работать как есть вот оно это местечко у нас где только чтобы ваша шишечка я не поймали блин вот от чего вот это дрожание все я понимаю мерцание света и от по вот такая вся фигня идет наталья это красивый блок питания виноват он херово дает как изображение то ли то ли что непонятно вот в этом еще предстоит разобраться получается свет мерцает от этого как бы все проблемы вот очередная на уголке капота вмятинка сейчас будем пытаться подобрать крючочек подлезть тут где-нибудь откуда-нибудь вот если такая возможность найдется они значит будут клеем как и предыдущую очередной этап работы остался вот она риольчик и вот а ну где еще есть конечно такие маленькие маленькие и вмятинки к сожалению которые вот я в линии показываю вот вот пытался я тут приклеить крючком я туда не подлазил попытался как видно вот немножко подпевать вот их поклеится лак вот видно что тут я работал да вот калашматил это дело вот ну в принципе половина капота вот это чистенько вот вот эта часть тоже чистенько вот и вот здесь вот пятачок то есть осталось прости вот эти места вот если удастся снять что-то у меня со съемкой как бы проблем вот вот в этой волшебной аладина почему-то снимать не очень хорошо удается вся проблема в том что вот я как бы желтенький свет светится да а видно только вот здесь его такого света почему-то вот сразу вот эта лампочка она как депет вот этот объектив вот допустим вот и не хочешь сравнишь блин вот просто и белый и теплый свет и допустим сейчас я холодную брал да вот все видно допустим вот убираю теплый включаю два холодных красном все видно а здесь вот наводишь тоже супер минимум вот насколько это можно ставлю меньше не получается и вот чем мы видим видим только край то есть как бы другое другое стекло может быть другие светодиоды вполне возможно и это слепится и лампа слепится вот но я уже говорил вот я хочу так сказать поработать этой лампой подольше вот в любом деле у любой вещи есть свои плюсы есть свои минусы вот я попытаюсь разобраться а чтобы разобраться надо подольше платить поэтому вот то же самое как вот лампа хотя вот здесь вот эта же лампа в отраженке очень даже хорошо помогает и дефектовать и снимать все видно вот там внутри как я уже говорил переделка лампы это ерундовая была я их все такие сделал вот сейчас они как бы засвечивают сейчас когда я выключит я поясню как видите вот в лампочке белые видны а внутри тени и вот эта тень если внимательно присмотреть вот она видна и здесь на отравке вот так я вижу глазом и этот серый промежуточек по краям и в серединке очень хорошо дает возможность дефектовать как мы видим самом деле вот на видео он так сказать светленький а в общем то он даже тут более темный светло-серый он более тем вот и вот в такой вот в такое освещение очень легко все видно то есть для дефектовки это очень хорошая вещь я вот сейчас как бы поработал лампе естественно глаза устали там слегка накалились да сейчас я просто отхожу и смотрю взял мелочек и намечаю это у меня не так так вот что касаемо лампы я ее доработал эту и вон те и вот эти все лампы у меня такие что я сделал я просто снял лампу разобрал ее вынул из нее лампочки взял обыкновенный баллончик с вот такой вот черной краской по краю внутри собрал одел лампу его такая штука получилась то и когда ты включаешь свет получается вот такая вот у нас к которая легко позволяет видеть все дефекты мельчайшие там кратер очки мусоринке угодно все это видно вот это было такое маленькое ли вступление просто хочу чтобы глаза отдохнули и буду работать дальше вот такая фигня вот только у нас на нашей сейчас протру на нашей горе ставрополя визимальная погода ни дождя ничего вот тебе пожалуйста с днем автомобилиста называется но здесь у нас тепло и светло 20 градусов у нас тут вот это моя любимая печочка которая меня всегда учает топлюсь я сейчас грушей очень хорошая штука пахнет дровишками так хорошо отгрушиваются хорошие угли которые потом всю ночь ну скажем так не не обогревают но тем не менее как говорится и не вымирает ну чё продолжаем эпопею вот он часть 3 выходим на финиш потихонечку вот сделал вот носа супер минимум делаю свечение ну блин как же ж она это снижит лампа видно как мир вот скорее всего опять же я решу на вот это питание он даже когда включаешь аж чуть посвистывает повизивает мы смотрим ну вообще-то в отраженке ничего не видно надо посидеть вот 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 такой вот у нас капот получается осталось вот место опять же вот показываю как в тени все это видно на краю тени как это видно все мятинки очень даже хорошо видно просто вот поэтому надо еще доделывать здесь вот интересно как цвет автофокус настраивается становится раз серым раз ну вот осталось тут чуть-чуть а потом будет то есть это как бы сейчас завершение основного техпроцесса таковыривают эти три ямочки и потом будут дефектовать и мяку где-то там острым и острыми крючочками там или пробои чуть подравнивать выравнивать почему потому что ну так все идеально сразу не появится но опять же надо пройти отсюда просмотреть отсюда просмотреть отсюда по диагонали вот просмотреть это провериться по диагонали то есть со всех сторон ну диагоналями накрест вот чтобы ничего не пропустить не убить когда-то что-то начинается когда-то что-то идет к кишу вот поэтому кое-где я тут наследил кстати одна вмятина осталась вот я ее пока что оставил без внимания почему там какой-то клей не клей в общем какой-то герметик я немножко хочу как говорится для эксперимента оставить поэкспериментировать с этой вмятиной вот ну а остальное вот такие вещи вот где-то как говорится поподбито вот лаки кое-где слюды остались сейчас вот она у нас есть специально обученная машинка на рупис есть специально обученный трехтысячный ну-ка лылась резак вот он еще чуть водички на капотик чуть шлифанем чуть полернем посмотрим будет да что будет будет все хорошо как говорится вперед из песней вот ставлю я тут на двоечку чтобы не сильно будет и немножко холодичкой слегонца пройдем где-то может полсоты соточку надо снять и потом полирнуть в принципе с этим справиться вполне углок спокойно поздравляем ему не 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 пока вот такой вот орбита два с половиной машинки как бы следы остаются небольшие вот чуть мы его затерли вот теперь берем волшебную машинку вот сейчас почище и вторым номером чуть-чуть взбодрим в принципе опять же повторюсь эту мятинку не оставил чуть на потом есть там одна задумочка вот так что мы ее не считаем и будто нету потихонечку берем размазюкиваем это дело и начинаем ловку так ну снимать особо нет возможности поэтому чуть потом вот так вот и завозил калкапот из форму если волшебная не выручит меня то все придется прикрашивать посмотрим что получится ой раз повезло ну вот-вот-вот кое-где я жарю недоделочки есть еще вот но на основной момент это как бы особо не испортит ничего тут и сколовый ссадин на капоте много и птицеводство присутствует поэтому тут особо сильно если вдаваться вот она после птицевод что остается выжженные участки хотел сказать земли лака вот это то что вот после птичьих птичьего помета если его вовремя не спать вот все остается это это еще мелочи ну ладно в принципе всем все ясно всем все понятно вот потом маленькими тоненькими крючочками еще кое-где под лампу по этой диагонали по этой диагонали по этой диагонали надо будет посмотреть где кое-что подделать ну и вот эта вмятинка это там отдельный разговор будет я потом вот и все всем спасибо за внимание как бы уже особо снимать тут нечего вмятин кроме вот этой одной уже нету осталось кое-где до чистить где-то что-то поднять где-то что-то забить по мелочи но принцет забить нет чуть-чуть приподнять острым крючочком там 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 мелочи пробежаться ну собственно для этого я вот решил капотик то вот таким образом видите да тут как бы он весь бедолазка камешками посеченный вот есть на увеличение вот везде везде притрушены камушками и чтобы вот на фоне этого хаоса получше было видно да я решил его немножечко прихорошить чтобы он посветлее покрасивее был получше отражал вот так и с ним было легче поправить вот эти мелочи поделать так называемую чистку ну ладно всем спасибо за внимание пока пока вот такой у нас получился компот очистился от града и вот так вот после полировки здесь в основном а вы у вы вы